Здравствуйте! В эфире информационная программа День города в студии Анны Герцовской. И сейчас коротко о событиях нашего региона. Вода и снег. Жители и коммунальные системы города не были готовы к тому, что за прошедшую ночь выпадет 15 сантиметров осадков. Спасение для водителей. В Рязани разворачиваются мобильные пункты обогрева на случай сильных морозов. 7 ноября. Из прошлого в настоящий день Великой Октябрьской социалистической революции. Луна приблизится к Земле. В ближайшие дни ожидается нетипично большая луна на небосклоне. Рязанская область оказалась среди лидеров Центральной России по выпадению осадков. За прошедшую ночь высота снежного покрова достигла 19 сантиметров. Рано утром горожане могли наблюдать настоящую зиму. Но вместо морозного хруста под ногами рязанцев появились лужи. Снег таял. И лучше всего это было заметно на дорогах города. Ливневые канализации вновь не справились со своей задачей. Контраст погоды и каша под ногами для водителей утро понедельника стало настоящим испытанием. Сначала по мокрому скользкому снегу нужно было выехать из двора, а затем постараться не утонуть на дороге. Больше всего не повезло жителям Славянского проспекта, где ливневая канализация не справилась с растаявшим снегом. Легковые автомобили окунулись в грязную воду почти по фаре. Ситуация улучшилась только к обеду, когда основная часть воды ушла. За минувшую ночь в Рязани выпало 15 миллиметров осадков. Это третий результат по стране. Лидерами стали Липецкая и Курская области. Причина снегопада – это активный атлантический циклон, который минувшую ночь накрыл европейскую часть России. Рязань получила желтый уровень опасности. Желтый, потому что у нас умеренный местами порывистый ветер и гололедные и изморозевые явления. Гололед, налипание на дорогах к гололейцу. Плюсовая температура сохранится сегодня ночью и завтра днем. Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В середине недели, 9-10 ноября, погода будет постоянно меняться от плюсовых температур к минусовым и обратно. На дорогах ожидается гололедица. К концу недели температура опустится ночью до минус 14, днем до минус 7 градусов. Возможен рост аварий. Будьте внимательны. В связи с вероятностью неблагоприятных погодных условий, сотрудники МЧС России развернули более 40 мобильных пунктов обогрева вдоль дорог федерального и регионального значения в Центральном федеральном округе, в том числе и в Рязанской области. Они находятся на тех участках трасс, рядом с которыми нет кафе, заправок и другой инфраструктуры. Мобильные пункты обогрева создают для того, чтобы водители в случае происшествия или прочей необходимости могли получить помощь. Четыре десятка мобильных пунктов обогрева развернуты на трассах Центрального федерального округа. Еще столько же МЧС готовы организовать в любой момент по мере ухудшения погоды. Несколько таких точек размещены в Рязанской области, где царствует непогода. Водители здесь готовы накормить, напоить горячим чаем и обеспечить зарядными устройствами для мобильных телефонов. Дежурство несут медики и сотрудники ГИБДД. Подготовлена тяжелая техника для эвакуации машин и снежных заносов. Для мониторинга дорожной обстановки используется беспилотный летательный аппарат. Мобильные пункты обогрева могут быть развернуты в любом месте Рязанской области. Зима наступает со всех фронтов. Несмотря на то, что снег и заморозки недавно охватили регион, на водоемах появляется первый тонкий лед. Одновременно с этим в основном дети и рыбаки уже спешат испытать его на прочность. В этом году лед начал вставать очень рано. Но еще долго не будет крепким, поскольку сильных минусовых температур не прогнозируется. А днем и вовсе бывает оттепель. Чтобы предотвратить несчастные случаи, спасатели ежедневно патрулируют все водоемы региона. Зимняя рыбалка, снежки и семейные поездки на речку. Рязанские водоемы покрылись льдом, но он слишком тонкий, чтобы по нему можно было ходить. 5 ноября трагедия случилась в Торожиловском районе. Во время зимней рыбалки пожилой мужчина находился на льду у озера Калач и провалился под воду. Спасти его не удалось. С начала месяца в России произошло уже несколько подобных инцидентов. Они случились в Санкт-Петербурге, Челябинске, Хантамансийском автономном округе и других регионах. Из-за неосторожности погибли трое детей и двое взрослых. Еще около 10 человек чудом остались живых. Их спасли неравнодушные очевидцы. Сотрудники МЧС напоминают, что безопасная толщина льда для человека – это 12 сантиметров чистого льда. На глаз ее определить практически невозможно. Тонкий лед покрыт снегом, поэтому намерзание льда будет затруднено и лед будет оставаться тонким. Поэтому всем любителям рыбной ловли предупреждаем, что выход на лед опасен. Безопаснее всего будет подождать стойких морозов, когда водоем наверняка замерзнет. Для проверки толщины льда возьмите палку и ударьте ей по покрову. Если удалось пробить с первого раза, то он точно не выдержит вес человека. Также старайтесь путешествовать в компании, а при выходе на лед возьмите с собой 10-метровую веревку. Если вы провалитесь, с ее помощью вас смогут вытащить. Для спасения вашего товарища, либо просто незнакомого вам человека, подойдут любые подручные средства. Это и шарф, и даже штаны могут пригодиться в этом случае. Температура воды подо льдом составляет плюс 4 градуса. Человек может находиться в ней около 5-7 минут. Этого времени не хватит, чтобы к вам успели приехать сотрудники МЧС. Заранее позаботьтесь о собственной безопасности и не рискуйте напрасно. Ведь цена может оказаться слишком дорогой. Рязанские пенсионеры не перестают попадать под влияние мошенников, которые совершают преступные действия с помощью услуг мобильной связи. Сколько бы ни было сделано в средствах массовой информации и предупреждений, они словно не проникают в сознание граждан. Люди остаются очень доверчивыми. А может быть и сами мошенники становятся более продвинутыми. Обо всем подробнее знает Марина Комиссарова. У меня закончились деньги, пополни мой счет, подпись Маша. Или же ваш сын попал в аварию, пришлите срочные деньги на этот номер. Впечатлительные люди старшего возраста частенько бросаются выполнять просьбу неизвестных и попадают в финансовую ловушку. Благо, если обмануться на небольшую сумму. Основными видами мошенничества в настоящее время являются такие, как звонок на мобильный телефон. Ваш сын попал в аварию. Ваш сын попал с наркотиками в полицию. В настоящее время решается вопрос о задержании его места лишения свободы. Но, однако, поступают в ходе разговора такие предложения, что можно решить вопрос мирно. Нужно созвониться со следователем, или он вам сейчас перезвонит, и выполнить свои условия. На сегодняшний день телефонных обманок расплодилось великое множество. Правда, в основе, как правило, лежит несколько стандартных и довольно простых схем. Причем есть явно незаконные способы вытянуть из людей деньги, а есть те, к которым даже прокуратура подкопаться не сможет. Выявить киберпреступников зачастую бывает крайне сложно. В текущем периоде нам удалось достичь положительных результатов. Восемь фактов мошенничества мы задокументировали. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые дали свои результаты. В настоящее время вина данных лиц доказана. Лица признали свою вину. И в настоящее время данные дела с обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Пользуясь доверчивостью и впечатлительностью людей старшего возраста, мошенники заполоняют разные сферы жизнедеятельности. Еще одним популярным видом обмана стала продажа дорогостоящей косметики, за которую люди готовы выкладывать бешеные деньги. Участились количество обращений по поводу приобретения в кредит косметических средств и услуг, а также одеялов, одеял и пледов. Соответственно, беда заключается в том, что люди в момент заключения такого договора кредитного не отдают себе отчет и находят состояние неосознанности. Можно составить психологический портрет таких людей. Это женщины средних лет, незамужние. Где находят такие данные представители этих организаций, мы тоже не можем знать. Но, как правило, это назойливые звонки. И здесь мы хотим наших слушателей предупредить о том, что если вам все-таки поступают такие назойливые звонки, то сразу общение с такими людьми обрубать на корню. Базовые правила безопасности для владельцев сотовых телефонов сводятся к тому, чтобы не отвечать на сообщения или звонки, если они пришли с неизвестного номера. И стоит много раз подумать, прежде чем отдавать неизвестным вам людям крупные суммы денег. Будьте внимательны. Я бы лично порекомендовал, в первую очередь, это успокоиться. Задать ему буквально простые же вопросы. Год рождения, где он родился, кто его мама, как его папу зовут. То есть, как правило, мошенники начинают избегать данных ситуаций, заводить какие-то другие определенные вопросы, избегать этих ответов. Тут нужно сразу предполагать, что это работают мошенники, и никакого факта об этом не случилось. Сегодня по всей стране отмечается памятная дата. Официально признано, что ровно 75 лет назад в Москве на Красной площади прошел военный парад, после которого солдаты во время Великой Отечественной войны сразу отправлялись на фронт. Но почему именно 7 ноября был проведен этот парад, об этом сегодня мало говорится. Раньше в этот день по всей стране отмечался большой праздник – День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. До 1991 года включительно в крупных городах бывшего Союза 7 ноября проходили военные парады. Во всех населенных пунктах трудящиеся выходили на массовые демонстрации. А вечером в городах-героях гремели салюты. Революция 1917 года свершилась в Петрограде в ночь с 24 на 25 октября по новому стилю с 6 на 7 ноября. Поэтому и называется Октябрьской. Она закончилась взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов. Главными организаторами вооруженного восстания были Ленин, Троцкий и Свердлов. До 1991 года 7 ноября было в СССР главным праздником страны. Граждане праздновали годовщину Октябрьской революции целых два дня – 7 и 8 ноября. Празднование не отменили и в ноябре 1941 года, когда на Москву наступали немцы. Полки, прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт. В свою очередь Гитлер желал провести парад своих войск именно 7 ноября 1941 года в Москве. Он заявил на весь мир, что в этот день на Красной площади проведет смотр своих непобедимых войск. Но СССР превзошел его ожидания. Заблаговременно советские власти укрепили оборону Москвы как с земли, так и с воздуха. И все же организовали парад наших войск, приуроченный к 24-й годовщине Октябрьской революции. Он проходил в условиях, когда советские части вели тяжелые бои с немецко-фашистскими захватчиками, находившимися в 75-100 километрах от столицы. И стал для всей страны неожиданным, потрясающе радостным событием. Праздник Великой Октябрьской революции ушел из официальных дат в 1991 году, после запрета Коммунистической партии Советского Союза. Затем дата претерпела много изменений, превратилась в День воинской славы, затем в День согласия и примирения. После чего в 2005 году появился День народного единства, который был перенесен на 4 ноября. 7 число стало рабочим днем и получило статус памятной даты. Однако до сих пор представители современных коммунистических и социалистических партий и движений по всей стране соблюдают традиции проведения 7 ноября – Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Стоит сказать, что Беларусь и Киргызстан продолжают официально праздновать эту дату. В ноябре рязанцы увидят суперлуния. Это космическое явление, которое сочетает в себе полнолуние и максимальное приближение естественного спутника к планете Земля. В результате на небосклоне появится огромная нетипичная луна. Явление довольно редкое. О нем мы более подробно узнали у рязанского астронома. Через неделю жители России смогут невооруженным глазом рассмотреть рельеф Луны. Спутник Земли приблизится на рекордное расстояние к нашей планете. Это явление астрономы назвали суперлунием. Луна в такие периоды кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. Такое уникальное стечение обстоятельств бывает достаточно редко. Например, до этого такое явление было только в 1948 году. А следующее такое стечение обстоятельств мы будем ожидать только в 2034. Ученые предупреждают, что спутник будет похож на гигантский пылающий шар. Но пугаться не стоит. Как отмечают специалисты, природных катаклизмов и ухудшение здоровья суперлуния не вызывает. Сам момент, именно максимума этого явления, он произойдет немножко до восхода Луны. Его лучше будут наблюдать жители Америки, то есть другого полушария. Но тем не менее, когда Луна взойдет у нас, она тоже будет впечатляющей. Кроме того, 11 и 16 ноября можно будет увидеть звездные дожди. Астрономы отмечают, что этот ноябрь богат на удивительные явления в космосе. На данный момент это все. Следите за новостями на нашем сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья в эту осеннюю погоду. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова